всем привет сейчас мы разберем события помпеи на основе нашей последней битвы у нас была очень тяжелая битва не знаю как мы справились соперник был настолько силен что отправил всего четырех игроков но мы это сделали так начнем сначала чтобы посмотреть правило можно нажать на значок восклицательного знака и здесь целом все рассказано что тут происходит и что надо делать на что хочу обратить сразу внимание что есть здесь награды они делятся на победившую сторону и на проигравшую все кто участвовал получать данную награду все кто выиграл получают эту награду и также все зарегистрированные члены также получают соответствующие награды но самое интересное здесь индивидуальные награды и она делится в зависимости от очков которые вы заработаете именно личных ваших очков при этом также здесь играет роль победила ваша команда в целом или проиграла для того чтобы получить минимальную индивидуальную награду вам надо набрать как минимум 2000 очков проигравшая сторона получает эту награду выигравшая если ваш команда в целом выиграла вы получите вот эту награду соответственно следующий разряд наград это 4 500 7 500 и 15 тысяч очков для начала я вам расскажу как можно изначально подготовиться к этому событию вам нужно подготовить свои отряды чтобы как только вы вступили в события вы сразу могли их использовать нажимаем на значок марш создаем отряд вы должны ориентироваться на общее количество солдат вашим распоряжением я вам показываю пример и сохраняем вот здесь есть кнопочка такая сохранить сохраняем кей вот наш отряд сохранился и мы его выпускаем дальше так создаем второй отряд убираем машины машины не нужны допустим вот так дальше у нас остается не так много войск мы создаем три отряда для того чтобы они добывали ресурсы на карте и ну и для получения дополнительных очков я допустим создаю бабулечку вот у нас объем сейчас 3 миллиона нам такой большой объем не надо нам все это количество надо разделить еще на три отряда собирателей я примерно делаю вот так опять же сохраняю сохраняю выходит дальше следующая группа у меня собирателей не важно тут я условно сохраняем и и последний отряд ну этот отряд пусть идет вот так как есть вот все что у нас есть все пусть идет все у нас пять отрядов они у нас сохранены и теперь когда начнется событие помпеем их просто всем загрузим загрузим смотрите нажимаем марш первый отряд пошел то есть я просто нажимаю на цифру второй отряд пошел буквально секунда и они у нас все пошли вот это основная подготовка к данному событию но помимо того что вам нужно натренировать как можно больше своих войск можно посмотреть сколько у вас солдат нажав на свою иконку и вот объем солдат 364 тысячи у меня далее у нас есть арена она выглядит так же как и в самом событии у нас есть несколько зданий мы появляемся в этой зоне после старта вам нужно захватить вот эти домики они дают очки гильдии и если вы находитесь в этом домике вы тоже получаете очки вот эти базы надо захватить здесь гильдия получает больше очков и вы получаете тоже личных очков больше если ваш отряд находится внутри этого здания здесь есть вертолетная площадка который вам также нужно захватить и вы можете переместить свое убежище вокруг этой вертолетной площадки появляется ограниченное количество релокаторов может быть вы не сразу сможете переместиться но через какое-то время точно сможете я советую вам это сделать если вы можете захватить вертолетную площадку противника то также можете разместить свое убежище здесь но изначально мы захватываем свои вертолетные площадки слева и справа и все вот эти здания которые находятся близко к нам здесь у нас биолаборатория где появляется биожидкость и если наша команда кто-то из нашей команды получает эту биожидкость он должен принести ее вот сюда любое ближайшее наше здание тогда гильдия получает сразу 3000 очков плюс также появляются вот эти боссы зомби которых также убив гильдия получает 1200 очков допустим наш один отряд идет захватывать какой-то из этих зданий второй отряд мы садим на поезд и идем захватывать вертолетную площадку как только мы захватили вертолетную площадку нам надо переместить сюда убежище обратите внимание что сразу релокаторов может хватить не всем поэтому необходимо подождать какое-то время они появляются но ограниченное количество далее вы один отряд отправляете на зомби вот этот вот мега зомби есть и еще здесь появляется много мелких что еще хотела сказать в событии участвует 30 игроков из гильдии соответственно они все делятся пополам и одна половина идет в эту часть вторая половина идет в эту часть обратите внимание что зомби всего два соответственно команда противника тоже захочет их убивать и скорее всего здесь будет драка поэтому вам нужно составлять отряды которые нацелены не только на зомби но и на убийство других противников поэтому подготовьте один отряд для полевой битвы один для зомби цель данного мероприятия заработать как можно больше очков та команда которая наберет больше очков та и победила все никакой интриги нет вы получаете очки за захват зданий за нахождение внутри зданий за добычу ресурсов за убийство зомби за биоинкубатор за убийство противника за лечение своих отрядов то есть буквально за все и помните что вам нужно набрать 15 тысяч очков для получения вот той хорошей награды поэтому вам надо быть очень активными события длится час но если вы постоянно будете следить за своими отрядами это время пройдет незаметно вот вроде я рассказала основные моменты что вам надо делать и сейчас покажу как это было у нас в реальном времени и какие действия я совершала битва начинается так у нас выглядит поле здесь появляются наши убежища мы закрепляем обязательно чат по помпе ему на дельный у нас появляется ждем время и выпускаем все свои отряды которые мы до этого подготовили все я выпустила все свои отряды и сейчас распределяя их по ресурсам и другим объектам если вы видите красной линии соответственно этот объект уже кто-то идет занимайте те на которые никто не идет так как все ближайшие здания на них уже кто-то идет два отряда своих основных я буду отправлять на поезде все два отряда у меня сейчас сядут на поезд и поедут для захвата вертолетной площадки так мы идем захватывать вертолетную площадку за первый захват здания вам даются личные очки так что кто первый того этапки необходимо посидеть в этой вертолетной площадке 60 секунд 65 после 65 секунд можно переместить сюда свои убежища все видите не хватает релокаторов сейчас подождем немножко опять не хватает вот хватило видеть все не хватило релокатора я здесь теперь могу отправляться на другие объекты соответственно один отряд я отправляю на зомби в этом месте появляется босс этот зомби вот уже мелкие зомби появились так что пусть они идут бить зомби и первый второй отряд появился этот главный зомби атакуем его обязательно увеличивайте карту и смотрите что происходит в целом по карте вот здесь есть чужая вертолетная площадка на которую изначально должны были захватить наши противники идем туда захватываем ее и всегда следим за своими отрядами если они возвращаются вот как здесь у меня получается объем отряда намного больше чем размер этого узла соответственно я могу не возвращая их к себе убежище собирать дальше ресурсы потом если они один раз вернуться то сразу сдадут много но имейте ввиду что когда вас будет атаковать противник то скорее всего ваши ресурсы канут небытие поэтому лучше конечно всегда сдавать так вот у нас есть оперативная база можно туда кого-нибудь засунуть вот я нашла свободный ресурс мы захватили вертолетную площадку один отряд у меня остается возле зомби противник у нас не появился соответственно просто собираем ресурсы сидим в базах собираем очки конечно если бы у нас был соперник мы бы набрали быстрее очки но что имеем то имеем обязательно смотрите на маркеры здесь показывается что вообще надо делать лидеры группы ставят маркеры специально для того чтобы вы ориентировались на них и смогли распоряжаться своими отрядами правильно ну и в целом если допустим здесь бы был соперник активно участвующий нам бы пришлось сражаться и сражаться лучше всего в группе потому что в одиночку больше шансов что вы умрете вам надо в течение всей игры проверять своих собирателей и свои два главные отряда что они делают потому что вас будет атаковать противник и вам надо будет и сражаться и убивать зомби и захватывать этот био инкубатор возле него тоже будет битва потому что он один а команды две вот видите там собрались войска но соперника особо и нет то есть самое главное просматривать всю карту целиком и ориентироваться на своих членов гильдии в одиночку вы идете только собирать ресурсы и учтите что ваших фермеров тоже могут атаковать поэтому собираемся группой убиваем противника вместе зомби вместе все делаем вместе я постоянно слежу за своими отрядами проверяю кому сколько осталось где кто что делает чтобы они у нас не просто стояли а постоянно копили очки вот у меня один отряд сидит в базе в базе дают больше очков чем в ванпосте три отряда собирать ли у меня что-то собирают один стоит ждет зомби лечим мы через свое убежище отряды с помощью ускорений ресурсы здесь не нужны но ускорение обязательный пункт вы можете их конечно не лечить но соответственно если вы не получили войска у вас нет войск а вот можно посмотреть наши очки и кто на каком месте по личным очкам зомби появляется несколько раз в течение игры поэтому до последнего ждем этого зомби пока ждем зомби можно что-нибудь пособирать или посидеть в оперативной ближайшей базе имейте ввиду что ваши базы могут атаковать противники так у нас появился соперник о чудо и с ним уже кто-то сражается какая-то фантастика экшен ребята начался мы все идем туда но скорее всего это даже не нужно потому что их всего там три коллеги так вот тут вышли ребята подышать воздухом к ним уже вон миллион стрелок все подышал уже опять начинается экшен один отряд вышел подышать сейчас к нему придут помогут снабдят кислородом захватывающая битва кто же победит никто не знает я уже набрала 15 тысяч очков поэтому можно быть спокойным то есть цель у каждого набрать помимо командных очков еще и личные очки вам не обязательно быть лучшим игроком вам достаточно набрать 15 тысяч очков и тогда но не забывайте что в первую очередь нужно чтобы ваша команда победила поэтому иногда нужно пожертвовать собой ради команды вот смотрите битва битва просто не на жизнь а на смерть так остался последний раз когда появится этот босс зомби вы видите здесь появляется еще бафы за убийство зомби эти бафы распространяются на всю гильдию поэтому обязательно нужно этих бомб обязательно нужно этих зомби убивать также используйте обязательно бафы которые у вас есть в сумке на атаку защиту вот все что вы можете использовать все используйте обязательно используйте бафы увеличение отряда если конечно у вас есть достаточное количество войск то маст хэв так но уже понятно кто победил до неожиданно конечно очень неожиданно такая битва обязательно смотрите если ваши отряды находятся в узлах их надо вернуть до окончания игры иначе эти собранные ресурсы вам не засчитаются поэтому бросайте свои незаконченные узлы там за минуты две и сдавайте в убежище так осталась минута я все свои отряды отзываю чтобы они успели вернуться все мы победили мы молодцы вот смотрите здесь пришло письмо где показана личная статистика за что я получила очки но я сразу не шла к инкубатору убийство у нас не состоялось соответственно я набрала только за первый захват зданий вертолетных площадок очки за сбор ресурсов и очки за убийство зомби вот такую награду я получила но в целом вы видели что как раз таки это награды дается если вы получили 15 тысяч очков может быть тут что-то еще добавлено но в целом все одно и то же все не смогут стать первыми в любом случае мне чисто повезло посмотрим что будет следующий раз спасибо добрый человек он написал мне что я украла все узлы ну все ребята на этом все всем спасибо всех обнимаю надеюсь это было полезным пока спасибо спасибо Субтитры подогнал «Симон»